Мечта ценой в 3,5 миллиона. Такую сумму сегодня на заседании в администрации города озвучил технический директор Энергогаз Ноябрьска. По словам Валерия Ольхова, этих денег хватит на то, чтобы привести в порядок систему электроснабжения дачного поселка. А вот о том, где взять эти деньги, в репортаже Ксении Епишевой. Замена линий электропередач, смена опоры, установка дополнительной трансформаторной подстанции. Вот необходимый минимум мероприятий, который, по мнению представителей ресурсоснабжающих организаций, поможет решить проблему энергообеспечения дачного поселка Мечта. Когда повышается нагрузка, они просто провисают, провода. И почему мы автоматы ставим, чтобы обеспечить безаварийность, чтобы никого, никто никуда под напряжение не попал. Там на глазах провода прям провисают до земли. По предварительным подсчетам, на то, чтобы обеспечить поселок бесперебойной подачей электроэнергии, понадобится по меньшей мере около 3,5 миллионов рублей. Вопрос заключается только в том, где эти деньги взять. По словам Валерия Ольхова, не так давно энергогаз «Ноябрьск» на мечту уже потратился. Причем солидно. Объем инвестиций достиг почти миллиона рублей. Часть сетей, они вообще безхозяйные. Мы их обслуживаем, то есть на добровольных началах. Но тем не менее, за последнее время мы вложили около миллиона рублей, чтобы как-то что-то там немножечко отрегулировать. К сожалению, этих денег недостаточно. Мы часть пол до 18 улицы, так скажем, какие-то мероприятия провели. Улучшения налицо. Это буквально после Нового года. Но остается еще с 18 по 29 улицу. Это тот участок, где на самом деле на одном трансформаторе там, я не знаю, больше 200 домов, по-моему. Понятно, что здесь надо вкладывать деньги. Пока у нас таких денег нет. И это, скорее всего, предел. Ибо обеспечить постоянный поток средств на приведение поселка в порядок ресурсоснабжающая организация просто не в состоянии. Мы сегодня деньги отрываем от города. У нас в городе не все нормально. Так тоже нельзя. Это развлечение, а это жизнь в городе. Хотя, по мнению местных властей, улучшение электроснабжения дачного поселка – задача немаловажная. Более того, по словам первого заместителя главы администрации Андрея Касьяненко, средства на то, чтобы привести мечту в порядок, вполне реально изыскать. Посмотрите, либо программу модернизации, либо по каким-то иным источникам. Мы надо профинансировать, чтобы мы за этот период сделали. Нам главное в следующий осенне-зимний период, чтобы минимизировать количество отключений. В общем, исполнится ли мечта жителей поселка, или так и останется неизбыточной, пока судить рано. Наверняка ясно одно – за решение этой проблемы взялись основательно. И времени на это не так уж и много. Сроки на проработку всех предложений, установленные муниципалитетом, жесткие. До 20 марта. Ксения Епишева, Антон Владимиров. Новости нашего города. Африквен. Африквен. Продолжение следует...